Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, это 48 урок. В этом уроке мы с вами рассмотрим модуль таймер обратного отсчета. Вот сейчас вы видите, как он выглядит в демо-сайте. Давайте перейдем на наш сайт, установим и посмотрим его настройки. Архив, как обычно, вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под видео. Когда вы скачаете архив, у вас будет вот такой архив, распакуйте. Вы его распакуете и у вас будет плагин и дополнительные стили. Мы позже рассмотрим, что это такое. Первое, вы устанавливаете вот этот вот элемент. Переходим в админку нашего сайта, выбрать файл, загрузить и установить. Плагин успешно установился. Переходим в менеджер модулей. И вот он наверху у меня. Если у вас его здесь нет, то как отсортировать, я уже показывал. Заходим внутрь. Сразу включаем заголовок скрыть. И позицию в шаблоне вы выбираете свою. Я выбираю свою. И сразу давайте пройдемся по самым таким интересным и важным настроечкам. Первое, кликайте вот здесь по иконке, всплывает календарь и устанавливаете дату, то есть до какой даты будет тикать ваш таймер. У вас там может быть акция или что-то еще. Сейчас 8 декабря 2015 года. Я, например, ставлю, чтобы таймер тикал до 31 декабря. Выбираю. И здесь еще можно вручную прописать время. То есть дата у нас стоит. И указать еще можно точное время. Просто выделив и набрав с клавиатуры цифры. Следующая настройка. Можно не трогать. Здесь у нас все на английском. Здесь, если кликнем, есть целый список. Я вот здесь перевел. Можете посмотреть, за что это отвечает. Здесь, в принципе, понятно из перевода. Здесь уже такая более тонкая настройка. Но, в принципе, я оставил здесь авто. И идут у нас следующие такие текстовые области. Здесь мы можем писать текст, который будет отображаться до нашего таймера. В примере это вот этот текст. Давайте здесь его так и пропишем. Следующее поле – это текст ниже таймера. Если какой-то нужен, то прописываем. Давайте на этом этапе сохранимся. И перейдем на сайт, обновим страницу. И у нас ничего нет. Мы переходим к привязке к пункту меню. И здесь стоит ни на одной странице. Вы выставляете на тех страницах или на всех. Сохраняем еще раз. Обновляем. И вот показывается наш таймер. У меня позиция баннер я выбрал. И у нас уже все хорошо. Фронтальная часть, видите, на русском языке. Дни, часы, минуты, секунды. Причем, когда секунды меняются, обратите внимание, у нас меняются слова. То есть, правильно подставляется, сколько секунд. Секунды. Видите, вот сменилось. То есть, это очень качественно. Я бы так сказал. Дальше переходим на Layout, вкладку. И здесь стоят галочки, какие параметры вы можете отключить. То есть, годы, месяцы. Одна у нас отключена, это недели. Дни, часы, минуты, секунды. То есть, например, смотрите, я отключаю секунды. Сохраняю. Обновляю. И у нас, видите, секунды отключаются. То есть, вы можете отключить каждый элемент здесь. Следующий параметр. Здесь можете поиграться уже без меня. Здесь отображение горизонтальное, горизонтально компактное. И так далее. Просто повыбирайте, повключайте. Здесь тонко настроить можно под себя. Следующий параметр. Это внешний вид. Выбираем, например, вот следующий элемент. И на сайте уже у нас счетчик идет, видите, с такими рамочками. Здесь в списке не особо такие интересные варианты. И вот как раз я вам говорил, распакуйте архив перед установкой плагина на сайт. Вы сейчас выходите из плагина. Мы сейчас установим дополнительный один стиль. К этому модулю переходим в расширение. Менеджер расширений. И то, что вы распаковали, вот этот old style. Выбирайте и давайте его установим. Обратно переходим, значит, расширение менеджера модулей. Заходим в наш модуль. Переходим на вкладку layout. И у нас вот здесь появился, видите, новая опция old style. То есть то, что мы сейчас с вами установили. Дополнительный стиль. Сохраняемся. Давайте посмотрим. Этот стиль, скорее всего, больше подойдет на темном дизайне. Видите, такие зеленые электронные получились циферки. Здесь он мне не очень подходит, поэтому я оставляю то, что было. Горизонтально по центру, да, чтобы отображался. И дальше у нас идет всевозможные размеры. Размеры вот этих вот, этого текста. Секунды, минуты. Размер цифр. Здесь просто кликайте, выбирайте размер, смотрите, как отображается, подбирайте под себя. И в конце каждой вкладки есть такая кнопка open preview. То есть это предпросмотр, как выглядеть будет на сайте. Если вам удобнее так смотреть, можете смотреть. На следующей вкладке вы можете выбрать всевозможные выравнивания вашего таймера. Вертикал, горизонтал. Позиция текста, вот этого минуты, секунды, часы, дни, относительно цифр, да. Здесь все вы можете просто выбирать из списка, сохранять и смотреть, как это отображается. Единственное, что я здесь скажу в конце последней опции responsive. Вы не отключаете, потому что это адаптивный дизайн к нашему таймеру. Если хотите, чтобы на мобильной версии он хорошо смотрелся на мобильных устройствах, то вот этот параметр вы не трогаете. Следующая вкладка у нас отвечает за переход на какую-то страницу URL, когда таймер достигнет нуля. Здесь можете выбрать всегда. И внизу здесь выбрать, на какую страницу на вашем сайте перенаправить, когда таймер достигнет нулей. Либо здесь вставить, то есть здесь вставить и отключить. Например, вам нужно на внешний какой-то, на другой сайт перенаправить, то вы здесь вставите URL. Сайта, на который перенаправить, когда таймер истечет. Ну и тут уже более тонкий для продвинутых стайл и дополнительные параметры, которые присущи абсолютно любому модулю на движке Jumo. Мы с вами рассмотрели такие самые основные и нужные настройки. Так что пользуйтесь данным модулем. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Jumo, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. Я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.